так один человек появился привет привет помахать как помахать привет привет друзья добрый вечер привет у ли добрый вечер сейчас собираемся пока еще будем собираться вот ждем когда побольше станет посетителей моего инстаграма добрый вечер спасибо спасибо большое вот спасибо не пишут что я тут красивая привет из саратова привет из москвы собери сон с собою ну прям хорошего так а мы с вами сегодня вечером пьем кофе вместе со мной пьем капучино я например пью капучино вот кто-то любит пить американо вот а кто-то просто любит пить чай но я последнее время скажем так почему-то вот именно подсела на капучино причем капучино с сиропом а там карамельным да с миндальным там и так далее вот я сижу очень прекрасном месте вот как он называется не буду говорить и как бы как-то так в общем на на летней веранде пью кофе капучинку пью вот кто-то любит латте кто-то любит у кого-то там проблемы вот кто-то любит еще что то так обычно в вечернее время как правило люди встречаются то есть проводят какие-то свидания деловые встречи ведут переговоры по работе договариваются решают какие-то вопросы глобальные серьезные вопросы но мы просто будем говорить о творчестве о музыке вот и о чем о чем еще можно поговорить самым прекрасным во всем вот о погоде можно поговорить о природе да кстати прекрасная погода я например люблю вот такую погоду как-то высказывалась в посте да и говорила о том что я не люблю жару вот а сегодня как раз таки такая погода которая соответствует моим каким-то моим моим этим не знаю как сказать в общем мне нравится такая погода прохладная отдалить телефон можно дарить а что я уже совсем это у меня поехало лицо да вниз то есть у вас по моему александр уже вы давно зуб на меня точите по поводу того что у меня поехало лицо так мы завтра собираемся на дачу так ну это естественно задавайте вопросы ваши какие-то которые бы вы хотели мне задать вот да низко лучше не делать вот так вот потому что получается получается что даже если у тебя все нормально с лицом съезжает почему-то вниз и еще двойной подбородок в общем все что есть да все что все что даже самое некрасивое но точнее даже красивое становится некрасивым вот привет привет всем привет там давайте помахать помахать ну ладно я пью капучино вот капучинка чтобы понимали мне тут капучино и нужно сахарку добавить где сахар а сахар я вы знаете да я не замужем вот пока что еще не замужем я официально я не замужем ну и в общем то я считаю что замужество это такой очень серьезный момент то есть решающий вообще твою судьбу дальнейшую и как-то вот с этим человеком нужно вместе дышать одним воздухом и мысли у вас должны быть в одном направлении поэтому нужно такого человека даже если ты встретил то нужно какое-то время все равно для того чтобы с этим человеком ну как-то сойтись до поближе узнать его они сразу так сходиться и потом через какое-то время очень быстро расходиться как правило так и происходит кто-то еще пишет наверно смотрит прямой эфир а вот меня не может быть плохо слышно потому что у меня все в общем то я с петличкой сижу вы слышите меня или нет там какой-то товарищ сидит что-то все нравится ему жизни так какие вопросы замуж только по глупости выходит вот видите какой ответ мужчина написал так завтра по первому канала будет фабрика ну вот у нас по моему нас не я не одна здесь прямой эфир виду с нами еще кто-то ладно главное сахар слышно отлично наверное не только меня хорошо так какие у вас вопросы задавайте потому что я что-то пропускаю вот видите там уже человек выпил по моему кто-то вечером кстати в это время выпивает вот потом стучит по столу ваши любимые духи у меня их немного кстати моих любимых духов настроение прекрасная вот я собственно по поводу того что скоро выйдет новая песня летняя песня поэтому все ждите вот совсем совсем скоро я я не могу прям разговаривать это как будто громкий мужчина здесь недалеко сидит мы думали что он потише он оказался громким вот как-то так не я чувствую мне придется потом с этой палкой отсюда куда-нибудь уйти ура по поводу завтрашней передачи который выходит на первом канале я вам сразу скажу меня там не будет вот потому что меня туда никто не приглашал вот не на концерт не на программу я не знаю почему как бы в чем причина понятия не имею но видимо я как бы лучше фабрикантов наверное не вхожу ну там какой-то концерт у них лучше лучше что-то там с фабрики вот я видимо к ним не отношусь наверное не знаю либо про меня просто забыли все вредные привычки я уже как-то я во первых не курю уже бросила курить единственная вредная привычка это пить кофе вечером так вот так понятно а не концерт старые номера покажут ну замечательно хорошо если покажут уже будет приятно так ну вот а мы тут кушаем потихонечку смотрите вот такой вот у меня десерт вот такой это мельфей такой я еще и сладкое кушаю по вечерам то есть вот мои вредные привычки я пытаюсь себе не отказывать в том чтобы чего бы хотелось да то есть если мне хочется пельменей на ночь я буду есть пельмени если мне хочется десерт какой-то на ночь я буду есть десерт на ночь что еще если мне хочется пиццу я буду есть пиццу вот эти вредные привычки у меня присутствуют как бы так так александр скажите я сейчас нормально сижу не низко у меня подбородок нет или как вот как выше поднять может быть ниже у нас там есть один человек который который как бы вот он все время следить за мной как на голову держу и кстати это очень хорошо спасибо вам вот потому что я иногда могу чего-то не заметить так я уже не могу этот дядька там сидит так ладно мы его тоже будем сегодня транслировать а ну супер хорошо что что меня нормально слышно вот александру да сложно угодить у нас сегодня эфир про александр так да я не я кушаю все подряд ну не все подряд конечно ну выборочно но как бы так вот не отказывай себе в своих этих пожеланиях вот я читаю ваши сообщения поменялась ли у меня жизнь после фабрики да вы знаете поменялась какой-то момент поменялась а потом как-то вернулась в какое-то общее росло до вот и ну и как-то вот знаете не знаю ну ненадолго она поменялась в общем так после какой-то был периода что мы гастролировали полтора года у нас было таких жестких можно так сказать кастролей да вот каждый день мы ездили по разным городам а потом в какой-то момент это резко все прекратилось и как бы хотелось конечно какого-то дальнейшего развития чтобы были песни сольные чтобы был альбом там да и так далее но к сожалению этого не произошло поэтому пришлось как-то вот ну как-то пришлось скажем так думать о том что дальше делать уже и как-то двигаться вперед самостоятельно вот и выйти выйти все-таки на тот уровень который там по итогу до случился вот я думаю что все запомнили прекрасно 2007 года с той же песней солнце успешный вот ну и как бы с того момента был такой второй этап уже можно так сказать прогрессирующий для меня как для артиста тоже с большим количеством гастролей с большим количеством знаю перелетов и так далее вот ну и далее следующий этап мне захотелось там попить какого-то джаза и так далее вот и начать писать самостоятельно что-то делать двигаться ну как-то в общем-то самостоятельно работать и самостоятельно учиться работать над новым материалом нас с каким-то своим материалом и так далее вот по итогу я записала пластинку предысторию и сдала ее выпустила собственно вы ее все многие слышали знаете поэтому сейчас сейчас как бы вот такой уже третий этап творчество вот который в общем то вы сами все видите что происходит и я планирую я планирую вот записать альбом мы уже приступили к этому и собственно я не знаю сколько времени на это уйдет но я думаю что времени уйдет намного меньше чем когда я писала пластинку предыстория вот поэтому как то вот планы такие пришли в голову что сейчас как раз тот период когда непонятно что будет там с концертами у артистов происходить есть возможность просто садиться и писать писать новые песни за сесть в студии и писать какие-то интересные песни сочинять что-то экспериментировать и выдать какой-то интересный музыкальный продукт в массы а вот поэтому я во всяком случае настроена на это вот ну и в ближайшее время конечно же совсем скоро выйдет новый трек вот я его написала буквально вот совсем недавно потому что тот предыдущий который я тоже написала в момент скажем так изоляции да у меня немножко другие планы на него поэтому я решила его пока по придержать вот вы его услышите все но это будет позже а сейчас для вас будет такая летняя песенка а вот позитивная поэтому все ждем она уже готова мы сейчас будем готовиться к релизу вот и в скором времени вы сможете все сами услышать и так далее вот выгляжу я сегодня вроде ничего или здесь какой-то лифтинг эффект по-моему или александр мне посоветовал как нужно правильно камеру держать а вот так про любовь вы знаете на самом деле все все так можно сказать вообще все всегда про любовь вот если уж а то а ну если уж зачем они выключили света хорошо было слушай тимур попроси чтобы его опять включили потому что так вот было получше когда лицо освещалось вот в крыму да я была в крыму там какие-то были концерты причем по-моему в 2018 году мы ездили на какой-то концерт я уже не помню а звезды русского радио вот был концерт и там очень конечно так красиво вот прекрасно а кто-то пишут так даже лучше когда свет не светит так что вот так ребятушки пьем капучино дальше вот эта штучка вылазит из той стороны стой как вот тут вопрос как я отношусь к максиму фадиеву очень очень хорошо отношусь и вот очень талантливый человек талантливый композитор очень талантливый музыкант исполнитель им что я могу сказать вообще все творческие люди это касается всех да они все но такие каждый по-своему странный до каждый по-своему такой какой-то необычные у него свой внутренний мир а вот и как бы поэтому но я отлично отношусь и если бы кто-то из нас из творческих людей не был бы каким-то странным вот то мы бы не написали музыку не сочиняли песни и так далее а вам бы не нравились эти песни вы бы их не слушать поэтому с удовольствием слушаю какие-то его произведения вот из старых пластинок и в том числе из новых каких-то работ но мне нравится именно то что вот то что он поет и то что он сам делает вот то есть для себя вот так вот и его произведение там две пластинки у него по моему альбом один я не помню титаниум вы не титаниум господи я не помню короче там один какой-то инструментальный альбом а второй ножницы вот ну и собственно довольно таки вот иногда слушаешь и тогда когда было это как у каких-то там 90-х годах то вот только появились какие-то новые исполнители я слушала вот именно эти пластинки потому что на тот момент это было что-то нечто невероятное а вот так как попсовая какая-то музыка простая еще была ребенком мне не было интересно нега да точно не титаниума нега вот поэтому я даже помню это был какой-то там знаете 90 и не помню какой-то 93 может быть даже год ну в общем тогда уже звучали его песни и было довольно таки приятно что у нас стране появился такой вот профессиональный талантливый человек который делает и выдает массу такой продукт вот поэтому так вот я отношусь а все что касается других каких-то вещей разговоров и прочее я останусь без комментариев товарищи вот так такие у вас будут еще вопросы ко мне да я периодически слышу что плохо отзываются я не буду ничего говорить по этому поводу не хочу пусть разбираются сами там всем между собой меня этой ситуации не касается вот так а все я поняла елена николаевна так какие у вас отношения с музыкальными каналами ну какие отношения с каналами наверное наверное такие же как у всех так а что артур что-то спрашивал по поводу там секрет секрет я вот просто сейчас пропустил название новой песни не сейчас пока не скажу александр вы прям жжете сегодня по полной программе какие у вас еще вопросы будут с кем я дружу до дружу из мира шоу-бизнеса в основном а не с творческими людьми скажем так вот с людьми которые именно занимаются этим бизнесом вот так лена какие у тебя любимые напитки кроме кофе напитки кроме кофе так вот эту палочку наверно учет как-то мне тяжеловато держать ее как же мне как-то а вот она еще вот так вот делается о класс так лучше вот так лучше да какие у меня любимые напитки кроме кофе кофе я люблю черный чай с просто черный чай и роллгрей с сахаром люблю потом знаете если говорить о каких-то алкогольных там спиртных напитках то мне например нравится мне нравится просека мне нравится вино да там пиногриджио красное вино я вообще не пью потому что почему-то мне после него не как-то не очень вот ну и тархун там какой-нибудь да ну безалкогольные или можно там алкогольные в зависимости от того что ты хочешь вот красное нет вот никак у меня я с ними не дружу с этим так настроение хорошее вот этот чат он же как-то мотал он мотается тут я как какая-то как будто бы вообще ни разу эфиры не вела лена ваш дуэт с крисом норманом был супер да так что еще какие еще вопросы будут ребята задавайте опросы в группе до по поводу онлайн-концерта я думаю что конечно будет время еще есть вот что еще так сколько мы в эфире уже находимся ребят если не секрет я просто тому чтобы еще о чем-то поговорить таком интересном чтобы все это не закончилось внезапно почему у вас совсем не видно на телевидении знаете я не знаю почему меня нет вопроса на этот ответ вот точнее ответ на этот вопрос не могу ничего сказать по этому поводу какие духи вы любите ой я люблю духи джорджио армани я люблю же ванши я люблю так тимур подсказывай мне со мной сидит тимур мой друг вот какие духи еще я просто сейчас чтобы не а подожди нет не самара у меня есть вот эти которые знаешь это какие-то да нет господи как же они но короче я не люблю какие-то сладкие духи какие-то цветочные запахи потому что у меня от них начинает как-то вот немного мутить вот даже ванши руслан привет нарцисса родригес пудровый аромат тоже хорошие нет тимур это не мой муж и это даже не мой гражданский муж это это даже не мой любовник это просто мой друг коллега по работе вот какие подробности до личной жизни вы узнаете прямом эфире ну ну шутим в общем так так что вы еще будете спрашивать в себе что люблю вы знаете но я вам скажу так в себе я люблю вот такое какое-то качество до которое не каждому дано это терпение вот поскольку терпение можно так сказать во мне выработалась уже ну очень хорошо за столько лет и то есть я научилась как бы когда у меня происходят какие-то обиды да там и что-то неприятное внутри душе как бы что-то не складывается и так далее я понимаю что нужно нужно переждать нужно потерпеть там нужно смириться еще там успокоиться и вообще как-то вот поэтому но этого это качество она уже либо с возрастом появляется либо она в тебе есть либо его нет и не может быть вот так что еще какие еще вопросы насчет дуэта с кем-нибудь с фазе я думаю что вряд ли хотя может быть надо подумать там есть хорошие артисты хорошие приятные талантливые ребята дождь начался не самое лучшее для время для конечно для прямого эфира но да тут прям вообще просто ривень какой-то обалдеть так какой-то ужас так еще какие вопросы будут ребята задавайте надо мне перемотать куда-то туда ну что такие вопросы компроментирующие очень лена ты знакома с Олей Серебкиной конечно знакомы я знакома там со многими вот все касается грустных глаз но они у меня в принципе часто грустные вот какой же тут ливень начался просто жестокий так далее так что-то мало вопросов вот тут пишут вы ну давайте уже тему про Максима Фадеева как-то перестанем мусолить потому что честно говоря я вышла в эфир не по поводу того чтобы здесь разговаривать как бы я вот трусу эту ручку да потому что мне это честно говоря начинает немного раздражать вот мне не хочется обсуждать какие-то сплетни и короче не хочу я это вот все извините конечно вот я все таки смотрю в первую очередь на то что делает человек на его работу да на музыку которую он пишет да все что касается каких-то других вещей как бы это можно обсудить где-нибудь у кого-нибудь ну другого в инстаграме и так далее вот наверное кстати вы меня спрашивали про качество какие во мне нравятся вот у меня есть такое качество да в характере короче такое вот сейчас вам объясню я не люблю в общем я не буду говорить ничего все я молчу не хочу понимаете не хочу сладости люблю сладости люблю да вот у меня сегодня такой прекрасный мельфей когда мы закончим разговаривать я его я его съем вот уже который раз показываю да вот он а там тимур вообще себе пиццу заказал и продолжаем пить капучино кто-то пьет капучино а кто-то кофе а задавайте свои вопросы мы еще в эфире я думаю что больше 60 минут наверное нет уже смысла так сколько у нас сейчас мы уже почему вас так мало везде ну я не знаю почему у меня так мало везде потому что мы потому что у нас так вот относятся к артистам которые наверное не знаю почему спросите это у кого-нибудь другого задайте вопрос можете задать этот вопрос я не знаю там телевидению там еще кому-то и так далее вот мне все про книги пишут советы посоветовать какие-то книги мне я вам не буду советовать никаких книг потому что у каждого человека есть свой вкус кто-то любит там фантастику кто-то любит романы почитать кто-то любит я не знаю кто-то мелодрамы любит кто-то вообще в кино любит ходить да вот там человека все как бы это с женщинами на свидание пришел так очень сильно слышно его скажите слышно здесь какой-то соседний стол или нет ребят а кто там пишет почему вы лень и задаете вопрос а вот я вижу задавайте это вопрос радио тв я вам не скажу где я нахожусь это вы лучше не знаете зачем в ресторане конечно да в ресторане в кафе я нахожусь ну в ресторане в общем нахожусь кофе здесь пьюсь сегодня здесь капучино пьется если была хорошая погода я бы конечно же сделала это в парке вот потому что в парке намного приятнее это делать вот так хорошо спасибо по поводу Юлии Началовой вот тут мне советуют книгу почитать так что еще в астрологию ну насчет да вы знаете я верю в астрологию и вообще как бы есть астрологи да есть люди которые могут по звездам там как-то судьбу твою посмотреть просчитать что-то когда у тебя там будет успешный период да в каком возрасте в каком возрасте у тебя будет спад и вообще вообще все вот эти вот вещи касаемо да там всяких гаданий господи прости да когда начинают ходить по ну вы понимаете о чем я говорю да там по бабкам и так далее да вот и начинают там гадать значит вот это все я во все это не верю это все короче в общем не верьте не ходите потому что потому что в общем это все не знаю мне уже я как-то мне там господи кто-то мне что-то там когда-то гадал да вот и все что мне сказали что-то у меня ничего до сих пор не произошло извиняюсь поэтому я на это все как-то так ну забила и в общем в эти вещи уже не ведусь на все это вот как-то так у меня по идее у меня уже должно было быть двое детей там я не знаю либо кто-то мне говорил что вообще уеду жить там куда-то за границу и и тут у а кто-то мне вообще сказал что я больше никогда не буду петь вот ну вот Я как бы перед вами Так Какие еще у вас вопросы будут? Ой, вы знаете, по поводу Сожалений Нет у меня, сожалений по поводу Известности нет никаких Поскольку я и в тот период не особо Была, я вам скажу, так известно Вот, моя песня была известная Она и сегодня На сегодняшний день, да, известная песня И у меня есть Определенный, скажем так Круг людей Аудитория слушателей Которым нравятся мои произведения Я как исполнитель И как артист и так далее Но вот внешне, можно так сказать Даже взять 2007 год Кто-то меня узнавал Кто-то не узнавал Кто-то вообще не знал Как выглядит артист, который спел Вот эту песню солнца Да, поэтому Говорить о том, что я страдаю От того, что я на сегодняшний день Какая-то неизвестная Или что-то там Меня кто-то не узнает на улице Честно говоря Вообще Настолько мне вот как-то это все ровно Вот Я отношусь к творчеству Либо как к творчеству И как к искусству Да, то есть У меня две грани Либо как к работе И как к возможности Ну, то есть С коммерческой точки зрения Как к бизнесу Вот А все, что касается славы То есть Вот Как-то мне, честно говоря Не особо Ну, не особо Как-то от этого Плохо, можно так сказать Да, я, конечно, переживаю внутри Может быть Мне, возможно, хотелось Чего-то большего Да Но Это даже не слава Я бы так сказала Это просто какое-то женское счастье Вот И Скорее всего Ну Хочется заниматься любимым делом Да, как бы Хочется, чтобы это приносило Какой-то определенный хороший доход И при этом Как женщине Да Чувствовать себя счастливым человеком Просто как Ну, счастливым человеком Вот и все А все, что касается Каких-то других вещей Как бы Это уже не столь важно Какую-нибудь историю Так Лена, какие песни вы написали? Ну, это долго сейчас все обсуждать Вы можете зайти в контакт В группу У меня есть группа в контакте Официальная Вот Если нужно будет Я после эфира сделаю ссылку И Кто не подписан Подписывайтесь туда Потому что там Будет постоянно какая-то информация Там и так далее Да, идти Вот Так что я хотела сказать Я уже не помню А, там есть произведения Которые Там есть даже целый Вот такой вот Как это называется-то? Господи Забыла Плейлист, да Который вы можете скачать И слушать Именно моих авторских произведений Вот А, да Я обязательно проведу эфир Где-нибудь Может быть через неделю Да Вот В контакте Трансляцию Так что Можете Сейчас я сделаю потом свайп Переходите по ссылке Подписывайтесь на официальную группу Там тоже будут проходить эфиры Вот И выкладываться Постоянные новости Я там На своей личной странице Да Там тоже она будет указана Есть моя страница личная В контакте Я тоже могу выложить Эту ссылку Свайп И иногда я выкладываю Там те посты Которые я здесь Не выкладываю В инстаграме Вот Почему-то вот так вот Получается Да У меня Ну, разное настроение Как бы То, что я Выкладываю туда-сюда Я как-то не очень хочу Выкладывать Или писать Там я отвечаю больше в комментариях Как-то так Ну, в общем, вот так Так Что-то я не вижу Песня Лас-Вегас Которую поет певица Слава вашего Нет, нет Это не моя песня Мою песню Про Лас-Вегас Еще никто не поет Скорее всего Придется петь самой Просто она немного соответствует Не соответствует Скажем так Моему стилю Стилистики В той, в которой я работаю Да Вот Но В общем, у меня еще есть там Еще какие-то песни Которые тоже мне не очень Как бы, да Но я могу, в принципе Похохотать И издать их Сделать как-то так Немного современно Да Но при этом У меня была уже такая идея И издать их под псевдонимом Например, да Но мне кажется Что меня все равно узнают Что это я Вот в чем дело Поэтому я боюсь это делать Вот Так Ну вот были фанаты Насчет навязчивых Да Как-то были навязчивые фанаты Вот Но я Как только поняла Насколько они навязчивые Я, скажем так Аккуратно Отошла От них Вот так Ну Детская мечта У меня Вот была Например Я была Когда маленькой Да Я Но она уже сбылась Вот Я хотела стать певицей Вот я ей Как бы Стала На сегодняшний день Во всяком случае Пока что Я еще Не собираюсь Уходить со сцены Вот Как многие знаете Делают артисты То есть она пела 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 А потом взяла И ушла Там например Родила ребенка Вышла замуж Уехала за границу И больше не поет Вот Либо просто Ушла со сцены И что там Я не знаю Чем она занимается Может бизнесом каким-то Да Но я без этого Не смогу жить Потому что Мне нужно Ну как-то Я не могу это бросить Понимаете Вот так Иначе я бы Наверное зря Ну Как-то Прожила всю Предыдущую Свою Жизнь Наверное Так Можно так сказать Может это глупо Звучит сейчас Но Слишком много Я отдала Музыке И Тому что я делаю То есть Можно так сказать Я этим живу Вот Насчет популярности Вы знаете Тут Тут Можно так сказать Это двояко очень И удача И хорошее знакомство Скорее всего так Вот В моем случае Это была удача Наверное в какой-то период Определенный Возникает момент Когда должны быть Хорошее знакомство То есть Все должно Все должно быть Как-то вот Рядом Чтобы все срослось И совсем уже Подфартило Вот Вот Насчет 60 лет Вы знаете Возможно Да Ну мне кажется Когда человек Во-первых Связки Это Ну Ну Голосовые связки Да Они же тоже вечно Не смогут петь Вот Тимур Вокалист Например То есть Голосовые связки Они со временем Как-то Меняются Да Вот И самое интересное Чем больше ты Поешь Чем больше ты Вот Занимаешься этим Да Они же со временем Как-то Все-таки Истаскиваются Да Ну Тимур Скажи Я думаю Что после 60 лет Просто уже голос Не будет так звучать Чисто техника Работает Ну и все Ну Тимур Наверное Лучше знает Потому что Он больше общается С людьми Которые уже Больше там Народники Возраст И так далее Вот А что пипец Кто-то пишет Что это пипец А что пипец Что-то написали Это пипец А что значит Пипец Так С этого момента Поподробнее Да С этого момента Поподробнее Вот По поводу Пипец Так Насчет Значит Возраста Да После 60 лет Я не узнаю Как думаешь Надо уходить со сцены Что типа там Если На главу Борис Что спроси Нет Просто я думаю Что уже Я думаю Человек себя чувствует Если он В этом возрасте Еще способен После 60 лет Если он Чувствует себя Волосе Он способен Ну иосиф Давыдович Кобзон Пел И все в порядке Было Царство небесное Но Да Тут все-таки Зависит Не знаю Мне кажется Что У кого-то Может быть Голос будет И после 60 Звучать А у кого-то Он уже Начнет садиться И те ноты Которые уже Можно было Спокойно взять Там В Там 30 лет Да Они уже Не прозвучат Так Никогда Не прозвучат Так Вот в чем дело Это природа Так Что у нас там Пишут Езду Так С кем был Вы спели Ничего Так Когда вы пошли Так Я вот читаю Вопросы Просто Вот Тут Александр Пишет Что у меня Будет После 60 Лет Голос Звучать Да Тина Тернер Кстати Да Согласна Я недавно Тут Видела Ну Выступление Да все Видели Наверняка Да Я просто Вообще Восхищаюсь Этой женщиной Как она Вышла Статная Красивая Стройная Безумная Там Я не знаю То есть Даже в свои Вот эти Вот 69 Лет Там Она выглядит Так Что Любой Наверное Молодую Девушку Можно Поконкурировать С ней Да Еще и живьем Спела Так Что Мама Не горюй Вот Поэтому Возможно Да В общем Надо следить За своим Здоровьем Надо Следить За Общим Тонусом Организма Вот И все-таки Голосовые Связки Это мышцы Которые Должны Как-то Постоянно Работать И Не должны Как-бы Застаиваться Да То есть Если совсем Уже Долго Не петь То Они Как и мышцы Как балерины Которые Не растягиваются Через Какое-то Время Она решила Сесть На шпагат К примеру И уже Не может Сесть Это все равно Что я Не буду Петь Там Очень Долго И потом Захочу Там Что-то Ну Как бы Форсаж Какой-то Сделать Ростропович Если Не позанимаюсь Там Три дня Заметит Мои коллеги Если Не позанимаюсь День Заметит Зал Понятно Вот так С нами Рядом Музыканты Профессиональные Вот Академия Гнесиных Народное Отделение Да А еще Игит Если у тебя Понятно Так Да Я Вот Сама Естественность Так Ну Что Ребята Задавайте Еще Вопросы Ваши Вопросы Вот Нет Я уже Не курю Я бросила Курить Я уже Год Не курю Поэтому И даже Нет У меня Никакого Желания Начинать И Я слышала Что Кто-то Очень Там Поправляется И Еще Чего-то Там В общем Я Как-то Фу-фу-фу Даже Не хочу Об этом Говорить Но Фу-фу-фу В общем Вы меня поняли Да Фу-фу-фу Вот Кофеючку Кофейку Не желаете Капучино Дорогие Дорогие Друзья Задавайте Вопросы Ваши Которые Вы хотели Мне Задать Наверняка У вас Их Много Я Вот Видите Не Красилась Уже Давно Я Подкрашиваюсь Все-таки Чуть-чуть Осветляюсь Потому что Хоть я и натуральная Блондинка Но Как бы Для сцены Нужно Чтобы Быть Чуть Ярче Вот В связи С тем Что у меня Такой Пепельный Скажем Так Русский Цвет Волос Да То Как бы Зимой Он становится Таким Немного Темноватым А вот Летом Он Как бы Выгорает На солнышке И Уже Мужик По-моему Нормально Так Отдыхает Вот Так Ну что Там уже Кто-то Что Я себя знал Что тут будет Такой товарищ Сидеть Я бы Мы бы сюда не сели Так Ладно Какие у вас Еще вопросы Будут Задавайте Вот Я на них Отвечу Так Если есть Какие-то вопросы На которые Я не отвечаю Значит Я просто Не хочу На них Отвечать Вот Нет Я пока Не хочу Возвращаться Возвращаться К каким-то Коротким Стрижкам Каре Потому что Я заметила Что все-таки Как-то С длинными Волосами Я как-то Поженственнее Выгляжу И посимпатичнее Все эти Каре Вот Я подстриглась Перед клипом Я любила Я думала Как-то Мне Я вспомнила Просто То что Мне такая Стрижка Шла Вот И вы знаете Как-то Я совсем Не рада Тому Что я Увидела Потом На камере Поэтому Либо Это какая-то Ну Я не знаю Даже Как это Назвать Да Вот Пасмурная Питерская Погода То есть Либо Это Что это Может быть Это какой-то Не очень Правильный Ракурс Вот Но В жизни Я выгляжу Лучше Ну Как вы Видите Бывает Такое Я уже Жду Когда Этот Мужик Уйдет Я извиняюсь Он просто Сегодня Испортил Весь Прямой Эфир Во всяком Случше Мне он Очень мешает Общаться С вами Вот Так А что У вас За вопросы Там Задавайте Еще Давайте Поговорим О чем-нибудь Интересном Вот Наконец-то Он уходит Этот товарищ Господи Что-то Он не хочет Уходить Ладно А что За вопросы Вы пишете Просто Я не видела Видимо Какие-то Вопросы Я не вижу Я не замечаю Их Либо Что там У вас За вопросы Так Вы Напишите Я Вот Я просто Не Может быть Не увидела Еще Такое Может быть Ну вот Как хорошо Наконец-то Так А почему Я не пою Джаз Кто вам Сказал Что я Не пою Тимур Тимур Я что Не пою Джаз Нет Я все Пою Джаз И так далее Просто сейчас По-моему В период Коронавируса Тут уже Никто особо Не поет Вот Собственно Так Ну Начнем С того Что Джаз Это Ну Как вам Сказать Да Не очень Востребовано То есть Да Вот Все Так Больше Просит Программу Организаторы Да И концертные Организаторы Именно Ту Которую По которой Меня знают Слушатели Да Те произведения Которые знают Два сердца Там Солнце Да Люби меня Пой Я любила Уходи И так далее Вот Можно перечислять Долго Ты и я Между мной и тобой Вот Поэтому Мне есть что Исполнять У меня Есть свой Репертуар Да И В прошлый раз Когда был он Online Концерт Я Половину Произведений Не исполнила То есть Я почитала Где-то еще Ну Песен Наверное 13 Может быть Так 12 Ну короче Вот 12-13 Песен Не было исполнено Вот И Я думаю Что на следующем Online Концерте Во-первых Я исполню то Что я не спела Вот Не успела спеть Скажем так Потому что Мы были в эфире Два часа Вот И Были произведения Которые Просто Ну Не прозвучали Так как По запросам Поклонников Были исполнены Те произведения Которые Никогда не исполнялись Можно так сказать Вот Ну Не то Что никогда Не исполнялись Они исполнялись Но они записывались В студии Да Там Вот И как бы Вы их слышали Они есть На просторах Интернета Но при этом Вы их Не слышали В концертных Программах Поэтому Вот Я решила Что нужно Их Исполнить Обязательно Ну Вот А то Что касается Других Произведений Я Исполню Их Ну Не все Конечно Но Потому что Придется еще Спеть То что было Наверняка Повторить В следующем Онлайн Концерте Вот Ну и Конечно же Спою Джаз Потому что Вы спрашиваете Да Но Много Джазовых Каких-то Композиций Я тоже Не буду Исполнять Поскольку Наверняка Все-таки Вы хотите Услышать Те песни Которые Которые Вы Любите Которые Вы слушаете Которые Вы знаете Вот В моем Исполнении Такие Какие Вопросы Еще у вас Будут Вот Так что Можете Не беспокоиться Онлайн Концерт Мы обязательно Проведем В данный Момент Как раз Таки Ведутся Переговоры По поводу Этого Вот Просто Хотелось Бы это Сделать Как можно Интереснее Для вас Вот Ну и В том числе С комфортом Для меня И для вас Так Какие Еще у вас Будут Вопросы Я надеюсь Я ответила На ваш вопрос По поводу Джаза Вот 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 Тут написано Ваши отношения Голосу К Диане Ангут Ди Я вот Вы меня простите Пожалуйста Я может что-то Не знаю Во-первых Я Честно вам скажу Я последний голос Ну Не смотрела Да Я только знаю Оттуда Одного человека Вот Недавно Я в сторис Делала Свайп Да На его онлайн Концерт Вот Все Одного Артиста Да А так Я не следила За тем Что там происходит И Просто Честно говоря В какой-то момент Мне стало неинтересно Смотреть этот голос Потому что Те талантливые люди Которые там Появлялись Они внезапно Куда-то пропадали Пропадают И К сожалению Даже песен на радио Их невозможно услышать Хотя наверняка Они что-то записывают Выпускают И издают Вот Вот поэтому У меня отпало Желание Смотреть на это Да Вот касаемо Там Дина Гариповой Да Вот очень талантливая Девушка С красивым голосом Но почему-то Видите Вот вы мне задаете вопрос Почему у меня там Что-то где-то нет Да Вы можете точно Такой же вопрос Задать К другим артистам Которые У нас сейчас Просто наверное Время такое Что Исполнители Которые Поют Да И Ну Короче Время музыки Оно Отошло Но я надеюсь Что Оно все-таки Постепенно Будет возвращаться Вот И оно уже возвращается И По всяком случае Я пытаюсь Как-то Как сказать Ну Мне не хочется Подстраиваться Под общую Вот эту всю Историю Да Которая сейчас Происходит У нас В шоу-бизнесе Да То есть Я не смогу Читать Там Рэп И так далее Да Вот Сейчас все это Очень Очень модно Очень актуально Да Вот Поэтому Этого Вы точно От меня Не услышите Сразу Говорю Так Как называется Так Нет У меня Не альт Товарищи Вообще То у меня Мецисопрано Так Если что Вот Даже Тимур Это знает Тимур Мецисопрано Живни Да Можно еще Конечно Некоторые Относят Меня Контральто Вот Но я Не контральто Потому что У меня Есть такие Высокие Ноты Которые Контральто Спеть Не сможет Вот Слушай Давай мы Еще возьмем Кофейку Потому что Эфир у нас Продолжается И я поставлю Эту палочку На Вот эту Вот Ноги эти Какие еще Вопросы Будут Скажешь Как она называется Капучино Капучино Не силен Ты в кофе Да Я его Просто Не пью Да И тоже Мне кажется Кофе Вредно Много Пить Потому что Сердечко Как бы Оно Сердце Оно Хотя Вы знаете Я заметила Такую вещь Кстати Вот Когда Дам вам совет Не знаю Как это На других Действует Нет Но Когда Ну ладно Не буду Ничего Говорить Потом Уже В следующем Онлайн Эфире Скажем так Вот У меня Клубника Есть Так Тимур Заканчивал Музыкальную школу Тимур Закончил Что ты Закончил Тимур Он Китис Закончил Гитис А Почему А что ты Закончил Гнесинку Академию Я закончил Педагогический Педагогический Что он нам говорил Полчаса назад Что он закончил Гитис Гитис Я не закончил Что он закончил Академию Гнесинных Народной отделой А теперь Ну вот Хорошо Хоть с четвертого Курса Ну ладно Ты меня так Не подставляй Так Ну что Я вот тут Клубнику Уже ем Так Как еще раз Называется Капучино Господи У меня клубника Там от этих вопросов Аж застряла Вот здесь Вот Теперь я не могу Ее проглотить А запить нечем Капучино Больше нет Так Там просто был вопрос Как я пришла На телевидение Чего-то И как я попала Я уже не помню Так сейчас и прочитаю Что ж такое-то Нет, нет Небольшой Да Давайте Да, вот такой А это большой был? Да, это двойной Тогда двойной Не надо Поменьше Спасибо Вот Спасибо Так Что здесь за вопросы У нас пошли Это десерт умирает Осталось у нас Немного, ребят Нужно завершать эфир Уже все Вот Значит Что я тут По поводу Значит Как я пришла К музыке Ну К музыке Пришла просто Значит Сейчас закончится эфир Вот Во-первых Это музыкальная школа То есть Если вы хотите Все-таки К этому прийти То нужно Желательно Во всяком случае Пойти учиться В музыкальную школу Либо отводить Вашего ребенка На эту тему На эту тему То есть Музыкальная школа